Этот дом в Сызране уже отключали от электроэнергии за долги перед гарантирующим поставщиком. Во время очередной проверки контролеры СССР заметили, свет в окнах горит, а значит потребитель подключил его самовольно. Подобные случаи законодательством трактуются как бездоговорное потребление электроэнергии. Напряжение есть, то есть на самом проводе, который от опоры идет, напряжение подходит к дому, и провод, который идет в дом, видно, что подстыкован, значит напряжение с общего провода заходит в дом. Электричеством в этом доме пользуются, но за него не платят. После первого отключения хозяева самовольно протянули провод. Разговор с такими потребителями короткий. Пока не погасят долги, света не будет. Отключение от сети и проводят, даже если дома никого нет. Будет составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, подписанной незаинтересованными лицами в отсутствии потребителя при составлении акта, будет направлен почтой вместе со счетом, будет необходимо оплатить этот счет и погасить задолженность перед гарантирующим поставщиком за все эти долги за электроэнергию. По второму адресу рейда аналогичная картина. Также дом уже отключали за долги. К таким потребителям у самарской сетевой компании повышенное внимание. Опытный глаз контролера заметил тонкую проволоку с крючком, наброшенную на провод воздушной линии. Потребитель был обесточен повторно. Предотвращать хищение электроэнергии – ежедневная работа контролеров ССК. В этом году по всей Самарской области они провели более 180 тысяч проверок, в результате которых выявили 300 фактов бездоговорного потребления электроэнергии. По ним были выставлены счета на 61 миллион рублей. Эти средства будут направлены энергетиками, в том числе на модернизацию системы электроснабжения региона для обеспечения ее надежной работы. Мария Шпакова, Алексей Гриднев, Новости губернии.